МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляете, шесть золотых медалей. Ребята растут и становятся сильнее. У него желание огромное стать чемпионом. Мы очень заметны, пошел прогресс буквально в последнее время. Эта неделя прошла под знаком единоборств. Крымчане выигрывали, проигрывали, но куда чаще все же радовали многочисленных поклонников контактных видов спорта. Взять, к примеру, наших рукоборцев. Сборная Крыма съездила в Санкт-Петербург на крупный турнир по армрестлингу и произвела там настоящий фурор, завоевав сразу несколько медалей. Всероссийский турнир по армрестлингу Кубок Балтики объявляется открытым. Крымская сборная завоевала второе общекомандное место, что является очень успешным на всероссийском мастерском турнире Кубок Балтики. Мы этим очень гордимся. Шесть золотых малых медалей, одна малая бронзовая медаль позволили нашей команде взойти на эту ступень пьедестала. Второе место сборная Республики Крым. Восемь спортсменов выступало. Ребята, представляете, шесть золотых медалей. Крымчане, как всегда, показали, что уровень мастерства нашей школы армрестлинга достаточно высокий. Порадовали больше всех, это, конечно, Алина Редькой, мастер спорта по армрестлингу из города САК. Алина легко прошла свою категорию как на левой руке, как и на правой, завоевала золото. Андрей Петренко и в Керасно-Гвардейске тоже мастер спорта. Мы достаточно мощной командой поехали. Золото на левой, золото на правой. Посмотрите, сколько у Андрея ярости в глазах, азарка, мужественности, яркие поединки. А как и у всей нашей команды, порадовал, конечно, Петр Литвиненко, мастер спорта. Бронза на левой руке, золото на правой. В супертяжелой категории, где борется одник, богатырист выше 110 килограммов, Петя Смок доказал, что земля крымская богатырей рождает. Сергей Чиндиасов, также мастер порта Сергея. Сергей за плечами и выступление на международных соревнованиях, Сергей Логул и бронзовый призером чемпионата Европы. До сих пор он доказывает, что наши вооруженные силы, Сергей там служит, сильны и золото на правой руке. Что этому подтверждение? Все сражались, я не знаю, действительно дружно, с командным духом и за победу. Самый сложный был финальный поединок спортсменов из Санкт-Петербурга. В финале ему один раз проиграл и вышел в суперфинал, и там одержал победу. Хочу выразить благодарность офицерам 22-го армейского корпуса за предоставленное время для тренировок. Очень рада, что Андрей Шарков, наш президент федерации, все-таки обратил на меня внимание и взял меня на такой турнир. Это мне дает возможность все-таки посмотреть, насколько я выросла относительно тренировок, потому что я ему очень за это благодарна. Скоро будет Кубок Крыма, где я также постараюсь показать результат. Уровень соревнований был очень серьезный, были с разных регионов представители, из Иваново, из Севера кто-то приезжал, с Ростова были ребята. Все крепкие, сильные, достойные, борьба очень. Очень порадовала организация. Спасибо огромное Федерации армрестлинга России и, конечно же, Федерации армрестлинга Санкт-Петербурга за этот замечательный турнир. Ну и Министерству спорта Республики Крым огромное спасибо за поддержку, за возможность выезжать на эти соревнования. И в этом году еще отдельно хотел бы поблагодарить за то, что экипировали наших спортсменов. Мы были как с иголочки одеты, все беленькие, красивенькие. То есть отделялась команда Республики Крым, выделялась этим и было очень приятно. Хорошее отношение к спортсменам и вы видите, какой замечательный результат. Наши спортсмены сейчас, в конце октября, выступят на чемпионате мира, который пройдет в Румынии и в Бухаресте. Алушта в эти дни стала центром притяжения для лучших мастеров кикбоксинга со всей страны. Там проходил розыгрыш Кубка России. Крымчане на правах хозяев были представлены самым многочисленным составом и в очередной раз доказали, количество у нас вполне сопоставимо с качеством. Все подробности прошедших соревнований мы узнали у президента Федерации кикбоксинга Крыма Владимира Олейника. Насколько долго Крым боролся за право получить непосредственно Кубок России? Потому что мы уже проводили турниры всероссийского уровня, но тем не менее на таком уровне, с таким количеством, по отзывам многих специалистов, давно не было турниров. На самом деле мы сначала проводили в 2017 году чемпионат России по К1. После его проведения руководители Федерации заметили наше старание, наше рвение, также наших ребят, то, что есть большое количество ребят, которые хотят выступить. И доверили нам провести еще Кубок России, который завершился в Алуште 11 октября. Ну а скажи, вот на этом Кубке России, как выступила сборная Крыма? У нас были исключительно организационные успехи, как у принимающей стороны? Или мы еще и в спортивном плане заставили себя уважать? Нет, ну конечно, помимо организационных моментов, еще также неплохо мы выступили на соревнованиях. Благодаря нашей слаженной, четкой работе, благодаря хорошему коллективу, достаточно успешным спортсменам и профессиональным тренерам мы показали достойный результат. И какой он? Результат у нас в ринговых дисциплинах у нас есть две золотые медали и два серебра, две бронзы. Также в тотаме, в дисциплинах Point Finder, Gail, White Contact, ну там числа золотых медалей переваливают за 20. Ну с учетом большой всероссийской конкуренции, ты как президент Федерации, какую оценку можешь ребятам поставить за выступление? Это твердая пятерочка? Или так, с вопросом? Ну вы знаете, всегда хочется лучше, я сам по себе максималист, но я думаю, что на 4 с плюсом это 100% можно выставить такую оценку. Как ты считаешь, нам в первую очередь помог домашний статус соревнования, да? Или речь идет о том, что сейчас вот на всероссийском уровне крымские кикбоксеры уже прекрасно выдерживают эту всероссийскую конкуренцию и достойно представляют полуостров? Да, я думаю, что это совпадение двух этих факторов. Во-первых, у нас крымская сборная была представлена самым многочисленным составом. Ну также, конечно, мы показали свое мастерство. Я думаю, и тот, и тот, как бы эти принципы помогли нам достичь такого результата. В личном общении с представителями Федерации кикбоксинга России, да, вот непосредственно они говорили о том, что для полуострова сейчас самое главное – это массовость. И вот именно эту массовость они сейчас увидели. Скажи, как у нас формируется непосредственно состав сборной? Это сильные регионы ее формируют, да, или все-таки мы зависим от центра, в данном случае Симферополя? Ну, у нас состав сборной, ну, у нас состав сборной нашей республики Крым, ну, естественно, вы понимаете, да, проходит чемпионат Крыма, проходит отбор, да, ну, конечно, основную массу спортсменов – это у нас город Симферополь, но у нас также есть Саки, Ялта. То есть подтягиваются регионы, да? Да, у нас много спортивных клубов, ну, кикбоксинга, которые также входят в число сборной. Регулярная соревновательная практика тоже очень важна. Здесь замечательно совпало, да, что турнир такого серьезного уровня мы проводили у себя дома. А как быть с выездами? Скажи, календарный план, он расширяется с каждым годом? Конечно, да. У нас финансируется сборная нашей республики. Мы очень часто выезжаем на соревнования, такие как всероссийские турниры, на чемпионаты России. Вот. На Министерство спорта нам очень здорово помогает, за что мы благодарны Министерству нашему. Вот. И благодаря этим выездам, благодаря обкатке ребята растут и становятся сильнее, и уже показывают достойные результаты на всероссийских соревнованиях. Сейчас, когда Кубок России прошел, и вот как ты говоришь, как говорили специалисты, весьма успешно, прежде всего с организационной точки зрения, какие турниры серьезного уровня мы имеем шансы получить в дальнейшем? Потому что аппетит приходит во время еды, верно? Ну, в дальнейшем, да. У нас, конечно, были разговоры о том, чтобы провести в республике Крым провести южно-федеральные чемпионаты первой союжного федерального округа. Ну, сейчас идут переговоры. Скорее всего, что в марте месяце мы возьмем на себя эти соревнования, проведем их здесь. Вот. Также у нас еще впереди очень много выступлений. Это еще Кубки России предстоят у нас в дисциплинах «Фуллконтакт» и «К1». Это выездные, будут они в Красноярске проходить. До конца года, конечно, будет еще масса турниров всероссийских, в которых мы хотим принять участие. То есть крымские боксеры хотят ударно завершить год, да? Естественно. Также в Валужке завершился турнир на призыве легендарного крымчанина, олимпийского чемпиона Мюнхена Рустема Казакова. Имя прославленного мастера звучит так громко и далеко, что в Приморский город посоревноваться приехали мастера борьбы со всех регионов необъятной. Так что турнир носил статус всероссийского одинки номинально. Мы собрали для вас самые яркие впечатления. Продолжение следует... Рустам Долович, этот турнир непосредственно этого года, да, чем он знаменателен, насколько вам приятно вновь принимать в наших родных крымских краях, да, лучших борцов со всех регионов России? Ну, вы знаете, очень важно для ребят как можно больше проводить соревнования. Это и опыт, и, понимаете, интересно парню заниматься борьбой, потому что есть соревнования, где он становится чемпионом. Наша задача вот с малых лет их приучать к таким боям. Вот такие турниры с детства, они запоминаются, очень сильно запоминаются, и вот эти дети, они, во-первых, растут, умеют за себя постоять. Именно такой возраст, где все хотят стать чемпионами, и поэтому это и эмоции тренера, которые он слышит его с угла, и родители приехали болеть за, приехали его друзья, соседи, и поэтому он выкладывается здесь, и поэтому такие огромные эмоции. Здесь много моих учеников, которые с училища Олимпийского резерва, они даже между собой борются. Не секрет, что конкуренция рождает чемпионов, поэтому здесь без комментариев, как говорится. Чем больше достойных ребят приедет, тем больше мы учимся, тем больше мы сильнее становимся, поэтому тут, конечно, полезно и очень хорошо, что приехало много достойных ребят. Хочу я выиграть Олимпийские игры. Что для этого надо делать, скажи, вот в твой план, сколько это в твое, пятилетку, десятилетку входит выиграть Олимпиаду, что для этого сделать надо? Надо упорно тренироваться каждый день, даже на выходных надо что-то делать, а не просто сидеть дома. Когда ты выступаешь непосредственно на родной площадке, в родном Крыму, это больше ответственность дополнительно или наоборот помощь, когда трибуны все поддерживают? Это больше как помощь, потому что, когда за тебя болеет твоя, ну, как бы, публика, бороться легче и больше в себя веришь. Ну, как тебе борьба? Финальный поединок, по-моему, очень неплохой получается. Очень напряженная, очень напряженная такая схватка. Кость в кость, бьются, мне нравится достойность. А ты как выступил? Ну, я третье место сегодня занял, вот у меня было четыре схватки, вот три я выиграл и одну проиграл. Откуда ты? С Луганска. Футбольный бум в Крыму выражается не только битвами профессионалов премьер-лиги КФС, а прежде всего, количеством занимающихся в секциях. Их сейчас в три раза больше, чем было еще в 2014. Мы посетили одну из тренировок, чтобы увидеть и показать вам, с чего начинается большой футбол для его маленьких звезд. В футболе очень много упражнений различных, то есть на различные действия, скажем так, на координацию, на технику, на тактику, на работу с мячом, ну, там много всего разного. Мы стараемся, как правило, не повторяться, у нас много разных упражнений, которые мы используем, и стараемся, чтобы детям было интересно. То есть не одно по одному, постоянно пытаемся что-то давать новое. Поставили, развернулись, рывочек, пошли на желтый, там тоже будет мяч. Мяч подхватываем и партнера обводим. Пришел сюда, обыграл, пробил поворотом. Это все на скорости. Сегодня мы дали упражнение, она называется игра один в один в парах. Один партнер бьет поворотом, разворачивается и начинается игра в один в один. То есть это игра на завершение. Как правило, также есть работа в защите. Человек, который обороняется, у него вырабатывается качество защитника. Также у атакующего. Работа с мячом, человек обводит, делает ложные действия, замахи и пытается забить голову. Пацаны, у вас есть станция фишки, есть станция лестница и два барьера. Да? Ваша задача, как можно быстрее на скорости обвести четыре фишки, точную передачу своему партнеру. И работаем на двух станциях, то есть это лестница и два барьера. Да? Там, пожалуйста, он делает чистоту, обратили внимание. Да? Свисточек услышали? Пошли двигаемся спокойно, обводим четыре фишечки. Покатили партнеру своему. Он работает с мячом, а мы здесь продолжаем. Обвели фишечки, отдали. Пошли, работа на лестнице. И два прыжочка. И убежали. Все ясно? Делаем как лестницу. Это координация, развитие координации. Два барьера. Это прыжочки. То есть отталкиваются они. То есть это координация. Также работа с мячом. Это фишки. Они ведение мяча на фишках. И также работа над ударом. То есть получается у нас идет работа над ударом. Сила, точность удара. Координация. Плюс ведение мяча. То есть три сразу качества идет работа на три качества. Как раньше мы начнем чувствовать мяч, чем быстрее мы начнем показывать какие-то результаты и добиваться какого-то конкретного успеха. У нас есть раз ворота красненькие. Есть зелененькие ворота. Ваша задача. Я даю свисток на скорости. Бежи навстречу своему партнеру. Задача обмануть. Убежать либо в эти ворота, либо в эти. То есть можно... Он будет вас ловить. Вы бежите. Показали справа. Ушли влево. Либо наоборот. Понятно? Можно больше обманных движений. Раз, два, три. Раскачать его нужно. Показывай. Пошли. Раз и ушел. Ясно? В любые ворота. Здесь непосредственно координация. То есть плюс какая-то хитрость. Человеку нужно обмануть по своего партнера. То есть можно сделать разные ложные движения влево-вправо. То есть то же самое мы будем делать позже, только с мячом. Сейчас нужно научиться делать без мяча. То есть какие-то координационные себеспособности развить. Здесь очень интенсивная работа. То есть, да, развивается скорость, скоростные качества развиваются технически. То есть работа с мячом постоянно происходит. Не только удары или обвели. Мы также у нас ведение мяча к фишке. Какой-то там, не важно, лево-вправо. После этого также работа с мячом. То есть человек принимает решение. Либо ему ударить сразу, либо обвести. Либо там обманное движение какое-то сделать. То есть развивается мышление футбольное. Туда. Они пришли маленькими ребятами. Сейчас вот они прогрессируют. Очень заметно пошел прогресс. Буквально последнее время. Мы довольны. Нам это очень нравится. Поэтому работаем. И с каждым революбком совершенствую, 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 совершенствую. Вот такой получилась спортивная неделя в Крыму. Мы постарались передать вам все многообразие. Надеемся, что главный принцип нашей программы вы обязательно претворите в жизнь. Чемпионами иногда рождаются, но куда чаще ими все же становятся. И сегодня именно тот самый день, когда надо начинать заниматься собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова